Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли два новых участника – Алексей и Арсений. Алексею из Ростова 23 года, он спортсмен и модель. Ему нравится Майя Донцова. Арсению 25 лет, по образованию он инженер-эколог. Приехал из Нижнего Новгорода, ему нравится Алена. На остров любви уже прилетели две пары – Лиза Полыгалова с Ваней Барзиковым и Ольга Рапунцель с Димой Дмитренко. Рапунцель с Димой заехали в свою старую комнату, а Лиза Полыгалова не захотела находиться в том помещении, где Ваня ранее жил с Ирой Пинчук. В самое ближайшее время на остров прибудут Женя Кузин с Сашей Артемовой и Марина Африкантова с Андреем Чуевым. Ира Пинчук покинула проект по собственному желанию. Она ушла к молодому человеку за периметр, зовут его Дима Тихий и он футболист. Майя Донцова пишет «У малышки Пинчук счастье, они нереально крутые вместе, прям любовь-любовь. Такая взаимная забота, я завидую, блин, сижу». Денис Баранов немного расстроен уходом девушки, с которой он даже планировал полететь на Сейшелы. «Я не могу сказать, что я расстроился», – пишет он, «но тепла и солнца хочется. Хотя неизвестно, может, в ближайшее время найдется тот человек, с кем я смогу все-таки туда полететь». Ника Шукурова уже влилась в коллектив на поляне. «Тут веселее, чем на острове любви», – пишет девушка. Редакция сайта «Дом-2» рассказала, что Илья Ебаров и Катя Кауфман все-таки примут участие в конкурсе «Свадьба на миллион» и станут седьмой парой. Новенькие участники выступили против Саши Харитоновой. Они считают, что ей нечего делать на проекте. Харитонова пишет, «Вчера Дмитрий и Маша обвинили меня в том, что я давно нахожусь на проекте, и делать мне здесь больше нечего. Кто окажется сильнее в этой схватке, покажет только время». Ольга Бузова, чтобы залечить свои душевные раны, решила покинуть Россию и сбежала в Испанию. Как вы помните, в последнее время у нее много проблем – развод с мужем, скандал с опубликованным в сети компроматом и последующий негатив. Бузова выбрала испанский город Мадрид. Татьяна Владимировна Африкантова призывает своих подписчиков не голосовать за пару Марины и Андрея в конкурсе «Свадьба на миллион». По словам женщины, приз все равно достанется Жене Кузину и Саше Артемовой. Также никто не рассматривает Андрея в качестве жениха для ее дочери, пока Чуева используют только для пребывания Марины на телепроекте. И как только найдется кто-нибудь достойнее, его выставят за дверь. Тарасов и Бузова озадачены вопросом раздела имущества, которое нажили за период своего брака. Из-за этого, скорее всего, может возникнуть очередной скандал. Но Дима Тарасов публично заявил, что у них с Ольгой есть брачный контракт, который предусматривает, что бывшей супруге полагается половина всего нажитого в браке имущества. Как сообщают средства массовой информации, Тарасов владеет несколькими автомобилями, квартирой в Москве, а также загородным домом в Ближнем Подмосковье. Также у него есть три участка земли, общая площадь которых составляет 42 сотки на территории Новой Москвы и общая стоимость данных объектов около 160 миллионов рублей. Ксения Бородина сообщила, что закроет свой аккаунт в Инстаграм. Подписчики предполагают, что это из-за антифанатов. В последнее время Ксению критиковали буквально за все посты, которые она публиковала. Сначала ведущая всех банила, чистила комментарии, писала гневные посты, а теперь решила пойти на крайние меры. Но вряд ли ее аккаунт останется недоступным надолго, ведь Бородина зарабатывает на рекламе, которую размещает в своем микроблоге. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.